Добрый день, Дмитрий. Мы хотели бы спросить вас о семинаре, который прошел, и ваши впечатления этого семинара. Я понимаю, что участник проекта реконструкции, и первый раз мы приехали на такой семинар. То есть оправдались ли ваши ожидания, интересно ли было, может быть, что-то недостаточно было интересное, или что-то хотели бы изменить, вообще впечатления. Ну да, я первый раз на мероприятиях разумного человечества, и после нескольких дней, вот когда семинар закончился, у меня остались самые теплые впечатления о прошедшем мероприятии, потому что тут сформировалась такая семейная теплая атмосфера, дружеская. Было приятно находиться в кругу людей, у которых схожие взгляды на жизнь и на цели какие-то. Вот. Что понравилось конкретно? Ну было ли вообще интересно? Да, интересно было. Каждый день был очень насыщенный, яркий. Не было таких промежутков каких-то бездействия, или каких-то таких пауз. Организация семинара на хорошем уровне, на довольно высоком. Вкусно кушал? Кушал вкусно, неожиданно даже вкусно. А что вкусного кушал, расскажи. Были очень разнообразные блюда, в том числе сыроедческие, которые я пробовал впервые в жизни, которые мне понравились очень. И я думаю, после того, как я вернусь домой, мы будем готовить эти блюда, то есть они уйдут в наш ежедневный рацион, ну часть этих блюд. А мы будем готовить ваш изумительный сыроедческий шоколад, который вы делаете с Асей в медитации. А зачем ты ехал на семинар? Ты участник проектов разумного человечества. Этого недостаточно, или ты хотел познакомиться лично? Да, во-первых, мне было интересно познакомиться непосредственно вживую с другими участниками реконструкции, и, конечно, с Еленой и Григорием. То есть ощутить, что это за люди, что они несут, а не онлайн. Это была связь, конечно, она тоже чувствовалась. Но все-таки живое общение, оно более полное, что ли. То есть мы не инопланетяне, мы реально существуем. Реальные живые люди, которых можно пощупать, с которыми можно поговорить, поделиться чем-то. И самое важное – задать вопросы и получить на эти вопросы ответы. И причем ответы не какие-то расплычатые, а конкретные ответы на конкретные вопросы, которые можно применить в жизни и решить свои какие-то проблемы. Вот это самое главное, что было на семинаре, собственно. Есть ли удовлетворение от самих программ, самой программы и мероприятия? То есть ожидал меньшего, ожидал большего, ничего не ожидал. То есть понравилось ли сами мероприятия, то есть сам регламент? Ну, я ехал на семинар без каких-то ожиданий, чтобы, ну, может, не разочароваться, потому что у меня был какой-то опыт негативный в плане, что едешь на какое-то мероприятие или на какое-то событие на ожиданиях. И на этих ожиданиях потом не выплываешь или делаешь сам что-то не так, или эти ожидания не оправдываются. Поэтому вот я ехал без ожиданий, открытый, грубо говоря. И семинар, как я говорил, по насыщенности был довольно плотный. То есть тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. То есть домой пойдет хорошее впечатление, которое сохранится еще на какое-то время? Ну да, более того, я вернусь домой уже, можно сказать, другим человеком. У меня в голове многое перевернулось, несмотря на то, что я уже участник проектов Разумного Человечества. Тем не менее, вот это мероприятие, этот семинар, он привнес очень много в мою жизнь. Вот эти вот три дня, грубо говоря, самого мероприятия. И я как бы приехал немного пораньше, чтобы познакомиться с участниками Разумного Человечества. Вот сама программа семинара, она была очень яркая и насыщенная. Она, можно сказать, изменила мою жизнь. А что было? Было, во-первых, конечно, это ченнелинги с медицинской системой, с Радомиром Иисусом Христом и с Кармическим комитетом. Были подняты многие важные вопросы и получены на них ответы. В частности, мои вопросы. Я задавал свои вопросы, которые меня волновали и на которые я получил ответ. И эти ответы, они заставили меня задуматься, переосмыслить многие вещи. И вот, когда я вернусь домой, многое поменяю. В себе и в своем отношении. Хочу еще добавить, что Дмитрий – это тот волшебный человек, который занимается обработкой и публикацией видео Разумного Человечества на нашем видеоканале. Поэтому хочу спросить Дмитрия, пока еще вот здесь есть камера и бежать некуда. Дмитрий, то есть мы увидим все эти видео обработанными, опубликованными. И сотни тысячи, может быть, десятки тысяч, сотни тысяч людей, они будут так же радоваться, как ты, увидев весь этот материал. То есть они будут видеть тот, кто все это обрабатывает, практически делает. Я надеюсь, что наша работа, она поможет людям, как и мне помогла. Поэтому, когда я делаю видео, их обрабатывают, что-то с ними делаю, я всегда держу в голове именно вот эту мысль, что своей деятельностью я помогаю людям. Ну, не только я, конечно, но мой вклад, он помогает людям. И хочу добавить еще, ну, это не относится уже к видеообработке, по поводу самого семинара. На семинаре у меня проблемы со зрением. Вот, на семинаре мне были исправлены некоторые конструкции. И вот уже я вижу результат. То есть в течение этих трех дней работы на моем глазу, которые были проведены, они принесли результаты, я стал лучше видеть. Меня это очень сильно удивило. Может, это связано не только с работами, которые проводились, проводились, но и вот с тем, что я некоторые вещи перевосмыслил после разговора, в частности, с представителями кармического комитета и с медицинской системой. А зрение, ну, на правом глазу конкретно, на котором проводились работы Елены, он стал лучше видеть. То есть чудеса осмысления, они реально существуют? Чудеса, они происходят, и я это на себе почувствовал. Мы благодарим тебя. Да, и пожелаем, чтобы этих чудес в твоей жизни было побольше. Благодарю за семинар. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok